Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас четверг, 4 апреля 2024 года. Уходящий в отставку Каринш отказал Беларуси в независимости. Давайте подробнее разбираться, как это так, что там происходит, произошло. Но отрабатывающий последние дни на посту главы Министерства иностранных дел Латвии, а вот кем он является пока, Кришенис Каринш заявил, что риторика самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко свидетельствует об отказе этой страны от, в кавычках, в кавычках открываются, любых иллюзий независимости. От любых иллюзий независимости. Об этом он сказал журналистам. Вот кому он сказал. Журналистам во время прибытия в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 4 апреля. На вопрос, как Латвия относится к угрозам Лукашенко по поводу вероятных военных действий в Сувалском коридоре, это узкий участок территории между Польшей и Литвой, Каринш сказал, что выражает, в кавычках, глубокое сожаление относительно Беларуси. Беларусь, кажется, кажется ему, отказалась от любых иллюзий независимости. Лукашенко, кажется, повторяю, кажется, Лукашенко полностью сдал страну Москве. Наши балтийские страны, к сожалению, больше не видят независимой Беларуси. Мы видим Беларусь, которую полностью контролирует Россия, пояснил он. Поэтому риторика, которая исходит из Минска, является, на мой взгляд, на его взгляд, риторикой, которая разве что еще больше мутит воду, сказал глава Латвийского министерства иностранных дел. Повторяю, он последние денечки прибывает на посту министра иностранных дел Латвии. Все. Напоминаю, что после скандала с полетами на частных самолетах Кришни Скариндж вынужден, вынужден, вынужден с 10 апреля сложить свои полномочия на посту министра иностранных дел Латвийской республики. Вот такие вот новости. Пишите комментарии, друзья. Но я немножечко добавлю. Я не могу так просто вас отпустить. Да. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Смотрите нас, пишите комментарии, ставите лайки, делитесь в социальных сетях. Большое спасибо, друзья. Все это мы видим. Почему я говорю мы? Потому что мы – это наш канал. Наш канал. Мой и моей жены Натальи. Так вот, Криш вынужден, слово вынужден, 10 апреля сложить свои полномочия на посту министра иностранных дел, повторяю, от Латвийской республики. А помните, я вел новости буквально недавно, как говорила, как за него в грудь била себя и векосиление. Ну, я так, кавычка, конечно, в грудь била. Просто за него заступалась, по ее выступлению. Что он сам добровольно ушел, чтобы было все хорошо, чтобы было все отлично. Ну, я так, от себя говорю. Чтоб никому ничего не помешать. Вот все. Он добровольно ушел, уходит в отставку. Ну, пока он, видите, сегодня видел фотографию, вот на этом так называемом саммите, ну, в общем, вы понимаете, друзья, да, штаб-квартире НАТО в Брусселе, журналисты во время прибытия в штаб-квартире, да-да-да-да-да-да. Видел фотографию я сегодня. Я искал, где же наши представители, ну, наш представитель Министерства иностранных дел. Еле нашел. Раньше они в первой ряды становились. Сейчас он даже, я забыл, за кем, за каким-то министром иностранных дел, представителем какой-то другой страны, да, еле нашел его. Вроде бы он не маленького роста. Это я сейчас комментарии комментирую, друзья. Я просто не могу, терпежу нету. Еле нашел, еле нашел его. Он там стоял, ну, если смотреть со стороны фотографии, он слева, когда вот фотографируют, да, а вот когда смотришь на экран, на фотографию, он с правой стороны получается, да. В самом крайнем ряду еле нашел. Во второй или третий ряд. Во второй, по-моему, ряд. За кем-то стоял. Только половина лица видно. Я говорю, я не любитель чужих фотографий выкладывать. Вот такие дела. К чему бы это, друзья? То они в первых рядах показывают пример. Ну, вы понимаете, о чем речь идет, да? И вообще, вот смотрите, я лично вот так вижу ситуацию. Почему он уходит? Он же мог не уходить. Ну, что там суд? Ну, какой здесь, какие суды? Какой там суд? Чего там суд? Господи, друзья, тут что-то не то. Тут какая-то назревает обстановочка. Не дай бог, конечно, друзья. Я всегда только за мир и дружбу между народом. И вообще за мир, только за мир. Не, друзья, не, 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 не. Что-то тут назревает. Ну, конечно же. И я всегда говорю, народ ничего не решает. От народа, от простого, ничего не зависит. Но я к чему говорю, друзья? К чему планирую? От маленьких стран ничего не зависит. Ничего они не решают. Вообще ничего. Ничего. Только показывает себя, что они есть, что они присутствуют. И что они даже не дают слово сказать другим странам. Ну, это я так вижу ситуацию. Со стороны. Как говорят, делом займись. Ёхайби. И под ногами не суетитесь. Ну, я так говорю. Да, да, друзья, да. Вижу эту ситуацию. Кто решает все? Слушайте комментарии. Все. Молчок. Больше примеры не будут подавать они? Ну, кто они? Ну, кто? Кто, пожалуйста. Я же вам говорю. А про что? И про кого я говорю? Так он еще и подцепил. Смотри. Смотрите, друзья. Он зацепил все прибалтийские республики. И Польшу, и Литву. Ну, типа, мы видим Беларусь, которая полностью контролирует Россию. Пояснил он. Ну, он же считает все прибалтийские республики, что так они относятся. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, друзья? Я просто высказываю свое мнение. Как я вижу эту ситуацию. Тем более, он уходит. Он уходит. Ну, ты промолчи лишний раз. Нет. Ему надо сказать. Ляпнуть что-то. Пишите, друзья, комментарии. Ну, кто на его место придет? Или он дает пример, кто придет на его место? Министр иностранных дел. Как надо себя в дальнейшем вести? Ну, мне показалось, что что-то тут просто так вот. Напоследок что-то я булькнул. А там и трава не расти. Но что-то он знает. Нет. Друзья, это я так вижу. Вот даже прочитав вот это. И по его работе предыдущие годы. Тогда четыре года он был премьер-министром. Потом еще около года премьер-министром был. Потом опять в отставку. У нас что, незаменимых людей нету, что ли? Не понимаю. Вот что, незаменимый, я как-то вел передачу. Ну, посмотрите. Премьер-министром четыре года. Ничего, то, что говорил, не сбылось. Вообще ничего не выполнил. Вообще свои обещания. Догоним, перегоним Скандинавию. Потом догоним, хотя бы догнать вместе с Левицем, а не на пару. Догнать Эстонию и Литву. Было бы зашибись. Теперь все. Молчок. Ну, а тут теперь уже про Белоруссию. Какую-то независимость. Друзья, ну, я считаю, какой-то бред несет. Мое мнение такое. Вот он. Калиш отказал Белоруссии независимости. Ну, это в каком смысле? Вы все послушали, друзья, да? Пишут мне в комментариях, Сергей, да вы говорите по делу и все. Так я вам сказал, я все новости вам сказал, все. Я новости вам зачитал, а теперь я выражаю свое мнение, точку зрения свою имею, рассказываю, друзья, что я думаю. Как я вижу, да, вот как я вижу эту ситуацию. Вот тоже думал, сейчас я вот зачитаю быстренько и все. Ну, друзья, это же никакого интереса. Надо же обсудить это дело. Почему он так вот выражает вот это вот все? Почему это он Белоруссии в независимости отказал? Хариндж. Все, друзья, буду заканчивать. Да, повторяю, это было все сегодня происходило. И происходит еще. В Брюсселе. Угу. Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Просто так с друзьями поделитесь. Подпишитесь на наш канал. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Вот смотрите. Так вот разворачиваюсь. Так и хочется вам вот так вот преподнести. Погодку такая. Налаживается погодка, налаживается. Но холодно, друзья. Солнечно-то солнце. Ну еще не очень. Солнечный. Сквозь тучечки все равно такие, знаете, солнце в дымке такой. Но все равно еще прохладно. Повторяю, сегодня был у нас ноль. Ну на градусе где-то минус ноль. Да, показывала. Да, утром где-то часов в семь. Да, минус ноль. Но воскресенье уже до 20. Про погоду отдельно не буду говорить, друзья. Я уже как-то говорил вам. Плюс 20. А то и местами и больше будет, друзья. Но это воскресенье. Вот что предстоит. А сегодня, повторяю, четверг. Всего доброго вам. Желаю еще раз всем мира, добра и дружбы между народами. Здоровечко вам, друзья. Спасибо за поддержку нашего канала. До свидания, друзья. Спасибо.